И что бы это могло быть, дорогие телезрители? Вот туда посмотрите. Это ни много ни мало Гамбург. Дай посмотрим на меню. Я, естественно, в поисках рыбного супа. Ну, это что такое? Непонятно. 7.20. Вроде ничего так. Гамбург. В принципе, зря шапку одел. Нормально. Я думал, будет прохладно, потому что вышел из аэропорта. Ой, уже до вокзала. И было прохладно. Сейчас вроде ничего так. Усеплился. Нормально. Старый рыбный рынок. Точнее, рыбная площадь. Камбурга перед вашими очами возникла. Корабли. Доки. Туда-сюда. Все тут есть. Это, наверное, кстати, последний город в Германии, где я бы хотел побывать. Ну, в смысле, из тех, где я не бывал, это был последний, где я не был. И вот, наконец-то, я попал в этот Гамбург. Я так понимаю, что сам центр вот там. Самый центр в той стороне. Порт. Корабли какая-то, верфи там. Тоже такая уже промзона пошла. Ну, что сказать. Интересно. Довольно интересно. Солнце прям в рожу светит. Я, кстати, только сейчас заметил, что здесь еще и мосты есть вот такие пешеходные. Это, как я понимаю, здесь, и вон там, здесь в Хольсхаффе, ну, что-то с деревом связано, а там со сталью, с тильцбруке. Кстати, как оно произошло сегодня, когда приехал на вокзал? Зашел в киоск, спрашиваю, ну, туристический киоск. Говорю, мне бы на три дня проездной дайте, пожалуйста. И первым девушкам, так, пожалуйста, маску до конца на нос наденьте. Она у меня вот так вот была. Я подумал, ну, здрасте, посравший. Приехали мы в Гамбург. Здесь еще больше такой масочный фашизм, потому что нужна не просто медицинская маска, а тут еще FFP2 специально, вот это вот, как утка. Это полная жопа, конечно, здесь в Гамбурге. Ну, ладно, переживем. Я думаю, не буду вообще внутрь заходить, просто буду на улице жрать и какие-то действия совершать на улице. Немножко еще архитектуры рыбного порта. Так, все-таки здесь оно необычненько, согласитесь, не как в остальных городах. Я преисполнен надежды, потому что мы пришли к рынку. Наверняка на рынке есть нормальная еда. И свежайшие просто рыбы. Сейчас мы это все узнаем. Ребята, все случилось, все случилось. Здесь бутербродик с рыбкой. Рыбный суп, итого 10,60. Блин, это просто чума. Это просто чума. В Гамбург можно приезжать только ради вот этого. Ради вот этого сэндвича и вот этого просто офигенного супа. Свежайшая рыба. Бульон просто офигенный. О, боже мой. Приезжать в Гамбург за супом, за вот этой булкой. Официально это лучший. Да. Ну, а гладдаки. Один из лучших рыбных супов, который я когда-либо ел. Это просто фантастика. Такой вкус. Оно все свежее, мягкое. Боже мой. Этот рыбный суп. А рыбный бутерброд с этим. Ох. Надо сюда приезжать, в Гамбург. Вы попробуйте настоящий рыбный суп. Что это такое? Настоящий рыбный бутерброд. Это не сравнится с теми, что продается в этих фастфуд такой. Нордзэйс. Это что такое? Не сравнится. Ни хрена. Бутерброд стоил 3. Суп 7. Вот так вот. Так что обязательно надо приезжать в Гамбург. Хотя бы только ради этого. Но, естественно, не только ради этого. Тут есть еще всякое. Давай посмотрим. Немного пройдя от рыбного маркета, пройдя через трюкачей и скейтеров, мы приходим к вот такому зданию. Называется оно, естественно, я не помню как. Сейчас скажу. Докланд. Докланд офис билдинг. И в чем его, так сказать, примечательность, если вы спросите? А в том, что вот на крышу можно забраться абсолютно на халяву. Но сначала мы заберемся вот на эту крышу. Потому что здесь никого нет, а там куча народу. Мне уже очень нравится Гамбург. Не зря хотел сюда приехать. Прекрасно. Рыбный суп все превращает в сказку в золото. Любой город, где хороший рыбный суп, это город, который стоит посетить. Докланд. Ну что? Будем подниматься по лестнице, наверное. Нельзя, короче. Пить и есть запрещено. Но подниматься не запрещено. Поэтому мы это сделаем. БАРАНД. Поплавок, кстати, на таком кораблике стоит ровно столько же, сколько и прокатиться на обычном транспорте. Это просто относится к общественному транспорту Гамбурга. Наверное, сейчас поплавим, а что бы нет. КОНЕЦ 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 Главная гавань Гамбурга. На ваших голубых экранах именно отсюда отправляются все корабли в разные точки, куда они могут доплыть. Чайки здесь, значит, кружатся, люди ходят, корабли тоже плавают. КОНЕЦ 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 Офигеть, он реально старый, какие-то 1800-1900-е годы. Офигеть. Ну и что, надо пройтись, получается, в ту сторону, на другой берег Эльбы, посмотрим, что там у нас есть, прям по всему этому туннелю. Блин, вот это сооружение, представляете, какие-то там древние годы, люди ходили вот так вот на работу, не знаю, каждый день. Здесь стройка, ну ремонтируют, видать, туннель, всю эту территорию рядом с ним. Что же здесь на этой стороне Эльбе? Сумасшедшие чайки, что там не поделили или делят? Посмотрите, какой крик-то. Крик чайк, крик правды. И там тоже, там тоже. Активное, короче, здесь у нас действие чаечное. Ну и вид вот с этой стороны берега Эльбы. Закат смотрится хорошо, приятненько. Ну тут, в принципе, конечно, небольшое пространство. Там происходит закат. Как-то вот так вот. И вот получается вот так вот мы вот от этого круглого здания вот там под землей перлись. Продолжение следует... Продолжение следует...